Привет, просветители! Продолжаем наш импровизированный, но такой важный марафон не неделя без очередной депутатской инициативы, призванной улучшить систему образования. Какой у нас уже там страйк? Три года! На этот раз в школу предложили вернуть оценки за поведение. Подождите, подождите. Я знаю, что некоторые из вас уже хотят написать в комментариях. Так оценки за поведение так есть? Ну, во всяком случае, в моей школе. Я сам в свое время собирал дневники и аккуратно писал. Введение дневника, оценка, поведение, оценка. И ни то, ни другое, по большому счету, не имело никакого смысла. Если, конечно, родители не обращали на поведение своих детей внимания. Но если говорить о реальных последствиях, то я с тем же успехом мог красивым почерком выводить оценку за состояние учебников, порядок на парте, оформление стенда, пятерки заменить на солнышки, а двойки на тучке. Эффект был бы такой же. Никакого. Сегодня же мы будем говорить о других оценках. О тех баллах, которые могут оставить школьника без высшего или среднеспециального образования. Пока почти все мои зрители отдыхают, отпуск, каникулы и так далее, я работаю. Пилю контент. Впрочем, еще работают круглосуточно, без праздников и выходных, мои друзья, доставка еды в футбенд. Пока был в Москве, они меня не раз выручали. Вы, кстати, тоже можете выручить тех, кто в этом нуждается. Сейчас все объясню, досмотрите до конца. Для начала напомню, что футбенд готовят и доставляют вкуснятину по всей Москве, в Алматы и кое-где еще. И везде по промокоду ОСТАПОВ будет хорошая скидка на все заказы и любые блюда. Многоразовая. Хоть каждый день бери. Чем больше заказ, тем больше скидка. В меню футбенд, например, пицца из печи с разными начинками. Или роллы и суши, если вы больше по азиатской кухне. Если очень надо, в меню есть и лапша, и гавайский поке, но я нашел кое-что еще. Если берете на компанию или всю семью, кликайте на добрый сет с пиццами или добрый сет с роллами. В этих сетах собрали буквально самые популярные пиццы и роллы. Тут и пицца пепперони, и ветчина с грибами, и, например, роллы Калифорнии разных видов, и другие хиты. Эти сеты называются добрыми, потому что 10% от их стоимости футбенд перечисляет в благотворительный фонд «Движение вверх», который помогает с реабилитацией детям с инвалидностью. Эта акция уже помогла многим детям со средствами для реабилитации в домашних условиях. Например, фонд купил опоры для стояния, специальные велосипеды и другие средства для чуть более комфортной жизни. Подробнее можете узнать на сайте футбенд по ссылке ниже. Футбенд перечисляет деньги с изначальной стоимости сета на сайте, а вам при этом по промокоду ОСТАПОВ все равно будет скидка. Короче, можете поесть и сделать при этом полезное дело. Приятного аппетита! Глава Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил вернуть в школах оценку по поведению и не допускать госэкзаменам детей, у которых по поведению двойка. Чувствуете разницу? Мы переходим от уровня оценка в дневнике по большому счету это сигнал для родителей. Алло! Обратите внимание, ваш ребенок нарушает правила образовательного учреждения и серьезно ничем не отличается от звонка домой. Ну разве что информации родители получают куда меньше. Но итог всегда один. Школа просто сообщает, а уже родители и школьники либо принимают, либо нет какие-то меры. Если же говорить о данной инициативе, мы видим совершенно другую картину. Эти оценки влияют на допуск к экзаменам. Здесь школа уже больше не взывает к родителям. Примите меры! А берет инициативу в свои руки. Нарушаешь школьный устав, остаешься без экзаменов. Речь о хулиганах в школе, на которых нет права. Прежде чем отчислять, мы предлагаем вернуть оценку по поведению. Двойка по поведению, к ОГЭГ не допускается ученик. Кто принимает решение, наше представление, что пиццовет будет принимать решение. Сразу же скажу, что есть у меня ощущение, что на хулиганов, на которых реально нет права, это особо не повлияет. Те подростки, которые действительно готовы пойти просто на все, очень часто живут в семьях по принципу травы в огороде. Их родители вообще не интересуются жизнью детей. И это весьма благодатная почва для формирования чувства полной вседозволенности. Сколько бы ни возмущалась на уроке Глюка Андреевна, я отлично знаю, что дома для меня никаких последствий не будет. Маме с папой наплевать. Папе даже настолько наплевать, что он аж за хлебом ушел. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Такие ученики зачастую и не видят себя после школы, вузе или колледже. У них уже, вот прям сейчас, достаточно интересная и насыщенная жизнь. Они уже повзрослели. Повлияет ли угроза... Не допущу до экзамена? На среднестатистического Сережу с шилом в одном месте? Возможно. Но надо понимать, что рассуждение взрослых людей и детей с подростками весьма сильно отличается. Мы говорим с позиции тех, кто уже прошел школу, вуз, подростковый бунт, первую любовь и так далее. Мы смотрим на школьную жизнь со стороны и как будто сверху. Мы можем оценить весь процесс. Шестиклассница же Маши гораздо важнее, что происходит здесь и сейчас. Ей гораздо сложнее в силу объективных причин представить, к чему приведут ее действия в долгосрочной перспективе. И я очень слабо представляю, что на Торву Машу повлияют страшилки. Через три года мы тебя не допустим до ОГЭ. Но вот через три года и буду вести себя нормально. Огромная проблема, если мы говорим о девиантном поведении некоторых учеников, заключается в том, что от концерта одного страдают все. Если в классе есть один, но настоящий Петенька, учиться перестает весь коллектив. Один ребенок отбирает право на получение образования в адекватных условиях у остальных. И если наказание за антисоциальный поступок отсрочено на месяцы, а то и годы, то ожидать каких-то изменений в поведении, ну, как минимум достаточно странно. Я бы даже сказал глупо. Пока я действительно не оставил на второй год ученика с двойкой по русскому, все мои душесчипательные беседы воспринимались как сказки на ночь. Занимательно, конечно, но абсолютно неправдоподобно. Васенька будет устраивать перформанс на каждом уроке, посылать Шизоида Парфентича в пеш-эротическое. Зато мы его в одиннадцатом классе до ЕГЭ не допустим. Серьезно? А до конца учебы пусть из учителей и одноклассников веревки вьет. Следующий момент. А вот этот недопуск до экзамена. Он что в долгосрочной перспективе обществу принесет? Еще одного озлобленного человека без образования? Некоторые отъявленные хулиганы полностью меняются, например, уже на первом курсе института. Да и само нарушение дисциплины тоже имеет разные причины. Я работал с учеником, от которого рыдала вся школа. Но при этом по-русскому у него была твердая пятерка, и он был победителем московских городских олимпиад. И что? Его надо было не допустить до экзамена и сломать ему будущее? Особенно если вспомнить, что он был просто на голову, не остальных. Может быть просто необходимо было поменять форму обучения? А? Ну, как вариант. Я понимаю, что скажу, наверное, крамольную мысль для современного мира заек и лужаек, где главное родить, а воспитывать будет школа. Можете, кстати, вот этот пост в моем телеграме прочитать. Но мне кажется, что очень часто виноват не ребенок, а родители, которые палец о палец не ударили, чтобы изменить ситуацию. Я неоднократно видел, как дети делали буквально все, чтобы обратить на себя внимание взрослых. И да, негативное внимание тоже внимание. Поведение школьника это лучшая репрезентация того, что происходит дома. Да, безусловно, бывают исключения, но тем не менее. И было бы очень неплохо, чтобы родители подобных сереженек тоже ощущали свою ответственность. Можно, конечно, закрыть на все факторы глаза и заявить, что Юля в четвертом классе сама за все отвечает, и родители не при делах, у них работы и нет времени. Но мне кажется, это путь в никуда. И да, если у родителей нет времени, и все, что они делают, это зарабатывают деньги, чтобы выжить, это вот не сюда претензии нужно предъявлять. Это вы лучше скажите тем товарищам, в том числе из правительства, которые орут, что рожать нужно как из пистолета, а заявление о том, что сначала нужно какую-то базу обеспечить для детей, это уже, знаете, пропаганда чего-то нездорового и нетрадиционной ценности. Это вот все туда. Да, напомню, что последняя новость буквально прошлой недели у нас вот child-free. С минуты на минуту экстремизмом признают. Правильно отметили некоторые педагоги, что чаще всего особенно сложными в плане поведения являются седьмые и восьмые классы. И вон там эта страшилка, я тебя до экзамена не допущу, вообще работать не будет. Но можно, конечно, из-за поведения оставлять на второй год. Ну, раз до экзаменов не допускаем, почему бы на второй год не оставлять? Только мы в итоге получим, что наша малолетняя звездочка сначала один класс испортила, а теперь другой на уши поднимает. Все же я вижу разницу между ученик не справляется с программой и ему нужен еще один год для учебы и наказанием. А если у ребенка не было проблем с учебой? Да он банально от скуки на следующий год всех до белого коленя доведет. Кстати, скука и нарушение дисциплины это прям сладкая парочка твикс. Сама идея смешать в одну кучу академические успехи и поведение у меня вызывает удивление. К тому же, чтобы оценка за поведение действительно на что-то влияла, ее ценность должна ощущать в первую очередь родители. И не через 10 лет. Мы уже находимся в ситуации, когда вот этому школьнику наплевать с высокой колокольни, что говорят учителя. И поэтому здесь своеобразным голосом совести и разума должны выступать не чужие дяди и тети у доски, а родители. Если вы не сумели объяснить своему ребенку правила поведения в обществе, вопросы у меня возникают именно к вам. Поэтому, если оценки за поведение наконец-то позволят некоторым родителям узнать, что в школьной жизни сына или дочери происходит что-то не то, то это, конечно, позитивный момент. Только боюсь, что для тех, до кого нужно было достучаться, эта информация все равно не дойдет. И да, как обычно, заметка на полях, под звездочкой задачка. Когда весь класс стоит на ушах у конкретного учителя, это вопрос уже к учителю. И делать вид, что у нас в школах нет педагогов, у которых и взрослый бы человек под парту залез, не менее глупая позиция. Естественно, многих волнует и вопрос субъективности оценки за поведение. Допустим, у школьника конфликт с классным руководителем. Что будет? А если гимн недостаточно громко поешь? На разговорах о важном, не дай бог, заявишь что-нибудь о мире? На семьеведении скажешь, что не планируешь заводить детей? Это точно на оценку не повлияет? А если учитель несет откровенный бред и ведет себя непедагогично? Кстати, к вопросу о конфликтах с учителями. Мой ролик, в котором я рассуждал об отмене ЕГЭ и возвращении традиционных экзаменов, вот этот, можете, кстати, посмотреть, если пропустили. Разместили в педагогическом сообществе ВК. И один из педагогов, я зашел к нему на страницу, он реально учитель, написал комментарий приблизительно такого содержания. Остапов просто не понимает, что экзамены по билетам нужно вернуть, чтобы каждая малявка знала, что учитель может спокойно завалить тебя на экзаменах вне зависимости от твоих знаний. Скажу честно, услышать такое от учителя дорогого стоит. Минпросвещение Российской Федерации не против появления оценки за поведение в школах, но надо определить критерии ее выставления, заявил глава министерства Сергей Кравцов. Мы в целом не против введения, в том числе оценки за поведение. Критерии этой оценки, кто их будет выставлять и какие последствия этой оценки нужно понимать. И вот это очень важный вопрос. Какие последствия? Как я уже говорил, до ЕГЭ еще дожить надо. А вот сейчас с этой двойкой что делать? Напишите в комментариях, как вы относитесь к этой инициативе. Чего вы видите больше, плюсов или минусов? Мне действительно будет очень интересно почитать ваше мнение, потому что тема максимально противоречивая. Если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой телеграм, там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Допустим, вот эту тему мы обсудили, естественно, еще на прошлой неделе, поэтому подписывайтесь, присоединяйтесь к нашему комьюнити, ссылка есть в описании. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите на мою страничку Boost или Patreon, там все ролики выходят раньше, без рекламы и доступен эксклюзивный контент. Все записи моих стримов вы можете найти именно там. Кстати, сейчас на экранах вы видите именно самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этих платформах. Огромное им спасибо. Ну а отдельная гигантская благодарность отправляется министру просвещения моей странички Boosty. Большое спасибо за поддержку, я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.